Эскадра теряет ход, армия и воины. Рисунок к статье. 19 марта 2015 года 2057, Сергей Ищенко, текст-фото-видео. Эскадра теряет ход под угрозой срыва строительства 17 надводных боевых кораблей для нашего ВМФ. Тема, проблему ВПК газета «Деловой Петербург» сообщила, что на верфях северо-запада под угрозой срыва строительства сразу 17 боевых кораблей для нашего военно-морского флота на общую сумму 227 миллиарда рублей. Конкретнее, 8 корветов и 9 фрегатов на заводах «Янтарь», «Калининград» и «Северная верфь», «Санкт-Петербург». Основная причина одна – отсутствие газотурбинных и дизельных двигателей. Силовые агрегаты для 5 фрегатов проекта 11356, которые ускоренно делает «Янтарь» для Черноморского флота, а также для 8 кораблей того же класса проекта 22350, ими загружены верфи в Питере, должно было поставить украинское госпредприятие газотурбостроения «Зоря», «Машпроект». Все шло по плану. Три установки ушли в «Калининград». Еще две оплачены Россией и даже изготовлены. Но, увы, пылятся на складе в украинском городе Николаеве, потому что вспыхнула гражданская война в Донбассе. И Киев минувшим летом разорвал всякое военно-техническое сотрудничество с нашей страной. Таким образом, все же полученные калининградцами двигатели позволяют своевременно сдать флоту лишь три из пяти фрегатов проекта 11356. Головной минус адмирал Григорович завершил процесс размагничивания и проходят заводские испытания. На второй минус адмирал Эсен, на плаву завершают устанавливать оборудование и вооружение, он вот-вот выйдет в море. Третий минус адмирал Макаров, готовится к спуску. Очень похоже, что дальше на Янтаре может возникнуть внеплановая пауза. Потому что для уже заложенных фрегатов адмирал Бутаков и адмирал Истамин силовых агрегатов пока нет. В Петербург, на Северную Верфь, николаевцы успели отправить лишь два агрегата. И это для восьми запланированных фрегатов проекта 22350. Но с этими двигателями вообще случилась незадача. На головном фрегате проекта 22350 адмирал Горшков в конце минувшего года во время испытания у причальной стенки случилось возгорание. Причина – сбой в системе управления двигателем. Скорее всего, имел место конструкторский просчет. Как утверждают специалисты, произошел помпаж, турбину залило маслом, она загорелась. Лопатки вышли из строя. Турбину демонтировали и отправили на ремонт в Рыбинск. Поскольку строительство адмирала Горшкова и так уже затянулось до неприличия, он был заложен без малого десятилетия назад. Еще в 2006 году решено было не ждать обнадерживающих вестей из Рыбинска, а срочно загрузить на этот корабль последний имеющийся у пятерцев украинский двигатель, тот, что предназначался для второго фрегата этой серии – адмирала Касатонова. А как быть с Касатоновым? Ему, говорят, придется дожидаться возвращения к жизни сгоревшей турбины. И уже с ней поднимать пары. А с продолжением строительства этой серии тоже туман. Спуск на воду третьего фрегата минус адмирала Головка из-за отсутствия двигателей отложен пока как минимум на год. Не менее сложное дело обстоит и со строительством корветов проектов 20385. Этих кораблей ближней морской зоны на северной верфи запланировано построить, как уже сказано, 8. Они должны по многим показателям превзойти своих предшественников типа «Стерегущий». Проект 20380, которых в боевом строе уже 4. Все, на Балтийском флоте. Надо сказать, многоцелевые корабли проекта 20385 обещали получиться хоть и до зубов вооруженными, но весьма дорогими. С усиленным ударным, зенитно-ракетным и противолодочным вооружением, которое позволяло бы действовать не только в ближней, но и в дальней морской зоне. Каждый примерно по 10 миллиардов рублей. Или на четверть дороже корветов проекта 20380. Одним из коренных отличий новых корветов, как предполагалось, будет более совершенная двигательная дизельная установка. Возможно, это решение главного штаба ВМФ стало результатом опыта недолгой пока эксплуатации «Стерегущего». Он вошел в боевой состав флота сравнительно недавно, в 2008 году. Но за эти годы его главная энергетическая установка, изготовленная в Коломне, дважды выходила из строя. В итоге вместо отечественных дизельных двигателей до 1200 российские военные моряки собрались обзавестись германскими агрегатами фирмы «МТУ». Такие уже ставят в Турции на серийные корветы по программе «Мельдем» и на австралийские фрегаты типа «Анзак». И там они почему-то не ломаются столь часто. Война в Донбассе эту затею, возможно, погубила. ВМФ РФ к 2020 году рассчитывает получить 11 корветов проекта 20385, 8 из которых собиралась построить «Северная верфь». Остальные должны были достаться аморскому судостроительному заводу. Дело не заладилось в самом начале. Германия минувшим летом присоединилась к экономическим санкциям против России. Как следствие, законопослушная фирма «МТУ» так и не начала отгрузку нам своих дизелей для корветов. Первые два корвета проекта 20385 получили название «Гремящий» и «Проворный». Они уже строятся в Питере. Головной – с 2012 года, первый серийный – с 2013. В нынешнем году «Гремящим» собирались пополнить Северный флот, «Проворным», «Черноморский». Ничего теперь с адмиральским графиком не получится. У обоих кораблей нет сердец. И когда появятся, не знает никто. Так ведь и это еще не все беды. Те самые германские двигатели мы приспособились ставить и на малые ракетные корабли проекта 21631 типа «Буян-М», которые строят в Зеленодольске. Три «Буяна» уже переданы Каспийской флотилии, пять на стапелях и у заводской стенки в различной степени готовности. Для каждого ли из них у Зеленодольцев запасены двигатели фирмы «МТУ»? Хорошо, если так. Однако по плану пора приступать к девятому «Буяну-М». Ему уже и название придумали «Минус Грэйворон». В том, что и для Грэйворона припасены чудо-дизели очень сомнительно. Правда, руководство отечественного ВПК излучает казенный оптимизм. По словам замминистра обороны России по вооружению Юрия Борисова, по крайней мере, проблема с фрегатами скоро будет решена. Уже идет техническое перевооружение на НПО «Сатурн» в Рыбинске, которое специализируется на двигателях для авиации и военно-морского флота. Задача – за два с половиной года развернуть там полный цикл производства морских газотурбинных двигателей для российских боевых кораблей дальней морской зоны. А теперь давайте считать. Два с половиной года – это 2017-й. Допустим, все будет исполнено неукоснительно, и к новогодним елочкам 2018-го первый новенький Рыбинский двигатель поедет в Калининград или в Питер. На заждавшийся такого подарка, допустим, фрегат «Адмирал Бутаков» его поставит в лучшем случае к лету того же года. Потом заводские и ходовые испытания. Когда же «Адмирал Бутаков» появится на флоте? В 2019-м. Это при самых благоприятных раскладах. А по плану должен уже в нынешнем году. То же самое и с фрегатами проекта 22350 типа «Адмирал Горшков». Впрочем, скорее всего, дела обстоят еще хуже. Откуда у замминистра обороны Борисова столь непоколебимая уверенность, что рыбинцы вовремя справятся с важнейшим правительственным заданием? Ситуация со срывом поставок оборонной продукции, по меньшей мере, с Украины прогнозировалась давно. И именно НПО «Сатурн» еще в начале 2000-го годов была поставлена задача подготовиться к импортозамещению в области корабельного двигателя и строения. И что? А ничего. Производство важнейшей продукции в Рыбинске так пока не освоено. Не создан даже испытательный стенд для корабельных газотурбинных и дизель-газотурбинных агрегатов, на которые теперь экстренно выделено 6 миллиардов рублей. На территории бывшего СССР такой стенд пока существует в единственном экземпляре. Все в том же украинском Николаеве. Более того, когда-то высокий профессиональный и кадровый потенциал завода в значительной степени утерян. Чтобы доказать это, достаточно вспомнить ситуацию с созданием двигателей для авиалайнера «Суперджет». Разрабатывать его «Сатурну» предстояло совместно с французской компанией «Осникомо». После долгих мучений, французы от совместной работы отказались. Из-за низкой, как они заявили, квалификации рыбинских партнеров. Что, с той поры в НПО произошли волшебные перемены к лучшему. С чего бы это? Вряд ли много лучше ситуация у двигателей-строителей из Коломны. Иначе с чего бы несчастье так преследовали стерегущие. Фото – Виталий Невар, КАС «Читайте последние новости и материалы свободной пресса в социальных сетях». Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Одноклассники, Гугл+, Живой журнал и Мир Тесен. Фейсбук, Твиттер, ВКонтакте, Одноклассники, Гугл+, Живой журнал и Мир Тесен.